Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Четверг, шесть вечера. У нас чудесное настроение, потому что есть очередная возможность дать вам послушать хорошую, живую музыку. Александра Хайрулина. Роман Шахов тоже здесь. Добрый вечер, друзья! Мы рады вам сообщить сегодняшний концерт имени группы Сухие и Насти Пальчиковой. Да, начнем мы с одной старенькой очень песенки, которую всегда просят петь и не можем отказать. А я хотела, как журавль, в виде долгой мечты летать, Как непричаленный корабль обещать и не приплывать. И сниматься в кино, целоваться вдали. И разводиться по тысячу раз, как Анжелина Джоли. Беспардонный январь, дело вовсе не в нем. Ты последняя ревность моя, вместо крови вода. Уместился весь мир в мой оконный проем. Я до пятницы сдамся, я в среду танцую одна. А я хотела, как журавль, в виде долгой мечты летать, Как непричаленный корабль обещать и не приплывать. И сниматься в кино, целоваться вдали. И платаят нас смотреть в объектив, как Анжелина Джоли. А я хотела, как журавль, в виде долгой мечты летать, Как непричаленный корабль обещать и не приплывать. И сниматься в кино, целоваться вдали. И разводиться по тысячу раз, как Анжелина Джоли. Браво! Она талантлива, как Сальвадор Дали. Настя Пальчикова у нас в гостях, дорогие друзья группы «Сухие». Я хотела бы сниматься в кино. Между тем, пока же Настя успешно пишет сценарий к фильму. И вот, не знаю, последняя это работа или уже что-то еще есть новое. Но это большой фильм Тодоровского. Да, да. Блестящая работа. Настя, очень хорошо пошел. Ты умница. Вся. Причем исполнительница главной роли в этом фильме сказала, что фильм написан как будто человеком, хорошо знакомым с балетом. Как же так произошло? И это не только исполнительница сказала, очень многие люди сказали. Да. Ну, во-первых, я все-таки занималась балетом когда-то давным-давно. Вот. И, в принципе, вот, персонаж, которого Алиса Фрэндлих играет, это женщина, списанная с моего преподавателя балета во многом. Вот. Поэтому я, в общем, не то чтобы совсем впервые это все увидела. Но, кроме всего прочего, ты и перед написанием ходила в большом. Да. А потом я, конечно, когда писала, я ходила и проводила с балеринами весь день. То есть я приходила прямо с ними. Весь станок, все-все-все. Репетиции, концерт. Ну, в смысле концерты. Вот. Балет, выступление. И вот вечером уходила домой. Скажи, какие факты тебя очень удивили, может быть, восхитили в этом? Когда ты погрузилась в этот мир балета? Вообще, весь факт балета меня удивил. Потому что, несмотря на то, что я им занималась, и у меня осталось ощущение пахоты от балета. Примерно наравне с музыкантами. Ну, то есть музыканты – это люди, которые очень много работают, очень много занимаются. И пальцы в кровь. Вот это вот все. Особенно классические музыканты. Но, конечно, когда я пришла и посмотрела, как балерины в Большом театре репетируют, это, ребята, жесть. Монахи Шавлинь. Это, я даже не знаю, у меня даже слов, в общем, до сих пор нет. Как это все. То есть они так впахивают. Это круглосуточная просто работа. И тело еще. То есть ты не просто там занимаешься какие-то, ну, подумаешь там какую-нибудь осанку плохую с виолончелью, вот заработаешь. Да? Да, Темыч. А там все. То есть ты перекручиваешь вообще свое тело, все портишь. Вот. И... Подстраиваешь под законы балета. И потом вот четыре ряда лебедей. А самые близкие люди тебе после просмотра фирмы сказали, ну, так написано у тебя там в интервью, что узнаем Настю. Что ты написала? Да, это моя сестра двоюродная сказала. Она посмотрела трейлер в интернете и написала мне, что, говорит, вот видела трейлер, классно, обязательно схожу. Говорит, посмотрела трейлер, даже там вижу тебя. А как это? В чем? Не знаю. А какие обороты использования любимые или что? Не знаю. Правда, вообще не понимаю. Что-то очень тонкое. Но сценарист в любом случае, да, сценарист в любом случае себя пишет так или иначе, поэтому... Сценарист пишет еще и песни чудесные. Давайте-ка послушаем очередную. Побудочная, так мы ее назовем сегодня. Побудочная. Для тех, кто заспал что-то. Подъем с утра, дома, машины, метро, вагоны, светофоры, жара. И вытекают из трубок разговоры. Улица бисером. Писем нет и плавится, все люди влюбляются. Хочется тоже, но сложенные пополам. Мы, мы так и бежим по делам, не касаясь совсем друг друга и смерть. В конце круга мне бы взлететь над удивленными лицами. Мне бы взлететь и ни за что не разбиться. Мне бы взлететь над удивленными лицами. Мне бы взлететь и никогда не разбиться. Я лечу. Внизу машина метро Тверская кольцевая. Лечу. Но вдруг случится такое. И где-то там наверху, вне моды, политики, показух. Без всякого лицемерия, оплевух. Без уходящих, сказавших вслух, что мы не стоим ни пени. Где-то там наверху, между облаком и домом номером девять. Мы увидим друг друга. Мы коснемся друг друга. Вдруг мы научимся летать до того, как замкнется круг. Мне бы взлететь над удивленными лицами. Мне бы взлететь и ни за что не разбиться. Мне бы взлететь над удивленными лицами. Мне бы взлететь и ни за что не разбиться. Мне бы взлететь и ни за что не разбиться. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Друзья, концертный зал сегодня с Настей Пальчиковой и командой под названием «Сухие». Мы сегодня слушаем замечательные песни на русском языке, но, в принципе, у Насти есть и на английском. Да, давай поговорим про твой проект под названием «Джи-Джи». 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 Проект, который, я так понимаю, уже там за рубежом набирает популярность. Штурмуют хит-парады. Случайно, практически. Случайно так получилось, на самом деле. Потому что позвали британские менеджеры. Сказали, услышали меня. Ну, как пою. И говорят, слушай, нам очень нравится голос. Давай ты приедешь. Я ведь даже сейчас так рассказываю. Вот, давай ты приедешь, запишем. То есть они просто услышали твои песни? Нет, мы с «Сухими» выступали в Лондоне. Они были на концерте. И сказали, что им очень понравился голос, и что мне нужно петь на английском языке. Я сказала, вы что, с ума сошли? Никогда. Почему? Спросили они. Потому что она филолог по образованию. Русский язык. Да, я бывший филолог, бывший филологов, как известно. Ну, и вообще, я постоянно имею дело со словом. И я очень-очень трепетно отношусь к языку. И я хорошо знаю английский. Но мне казалось, что невозможно писать тексты. Это же надо вообще прям вот с затылком чувствовать язык. И как это так? Нет. А оказалось. И плюс я говорю, ну слушайте, я все равно, ну я хорошо говорю, в принципе. Но я же русская. Ну, то есть у меня акцент я же. Они говорят, вообще это офигенно. Во-первых, говорит, непонятно абсолютно, что русская акцента у тебя нет. А тем более мы тебя так нарядим и сделаем такое make-up. Этого они не говорили. Это все внезапно случилось. А акцента правда нет? Да. Я вот могу сказать, что все же вы, наверное, знаете группу Марчиба. И замечательный человек, который сделал звучание этой группы по имени Пол Готфри. Вот он потом послушал EP. Мы с ним встречались. Может быть, мы будем вместе делать одну из песен. Но он предложил, во всяком случае. Он сказал, что я, говорит, несколько раз переспросил. Вы уверены, что эта русская девочка поет? Да. Он не понял, что это... Музыкальный слух помогает тебе так слушать? Наверное, да. Говорят, что музыканты вообще очень хорошо говорят на иностранных языках. Потому что слух хороший и быстро улавливает. А это, наверное, еще, если можно сравнить. Бывают, что люди, которые заикаются в жизни, но когда поют, абсолютно речь плавная. Замечательно. Настя, ну про клип надо обязательно рассказать тебе, друзья. Если вы не видели, найдите в интернете и обязательно посмотрите. Да, он называется 4 Days. И мы записали EP, одноименный EP 4 Days. У нас там четыре песенки. Это мини-альбом с прекрасным саунд-продюсером, которого зовут Эдди. И вдруг неожиданно этот мини-скромный альбом, который мы записали у Эдди на студии в Каморочке. Студия – это как бы очень громкое название. На самом деле это была Каморочка, микрофон привязанный к Швабре. Вот это все. И вдруг, значит, мы заняли семнадцатое место в клубных чартах в Великобритании и седьмое место в поп-чарте британском. Ну, во-первых, ты, наверное, скромничаешь, потому что Каморочка такая, что там и Продиджи могли захаживать. Это было, да, было действительно такое. Это была первая Каморочка, в которой мы первый раз с ним собрались. А почему вы сказали Продиджи? Вы наугад сказали, потому что там действительно были Продиджи. Потому что мы же журналисты. И что мне как раз нравится вот в Британии, то, что там нету... То есть там очень спокойно неизвестные музыканты заходят к звездам, а звезды к неизвестным. При этом все понимают, что это звезда, а это не звезда. И все очень легко говорят, ой, ну-ка поставь еще раз, ой, классный звучок. Прикольно, прикольно. То есть такое музыкантское братство там вообще присутствует. Абсолютно, да, очень спокойно, легко все общаются, да. И мне, конечно, мне в этом комфортно. Настя, скажи, а если вот сейчас все хорошо складывается и, дай бог, получается у тебя и здесь, и там идет этот проект, ты должна будешь гастролировать вот в этом обличье? Я вообще об этом не думаю пока что. В этом обличье, в смысле, клеве меня не оставляют. Конечно, в клипе, да, я испугалась, правда, когда первый раз его на каменках. Клевыдно лежала, думаю, зачем Настеньку? Зачем ее так? Это замечательный британский дизайнер, который, кстати говоря, если я сейчас не совру, но если даже совру, пускай так и будет. Он в Баку для какой-то то ли олимпиады, то ли чемпионата большущего там международного или всероссийского или что-то такое, я не знаю, делает, шьет костюмы. Вот, очень талантливый парень по имени Оливер, он сшил вот этот вот... Ну, оригинально, да. Вот это все сделал он. Вот это вот. Вот это вот, что вы увидите в клипе, когда его посмотрите. Скажи, пожалуйста, 16 сентября в Театре имени Вахтангова ты поклонником в каком образе тебя ожидать? В вечернем. В вечернем. То есть узнаваемо ты будешь. Надо нам сказать, что этот дресс-код у нас Black Tie. Вот, это же важно, конечно. Пускай так будет. Друзья, собираемся, пока смотрите, да, загляните в шкаф. Посмотрите, что у вас подходит под этот дресс-код. А мы же сейчас с удовольствием послушаем что-нибудь в вашем исполнении. Ну да, for days. For days. Раз уж, раз уж, да. Заговорили. Раз уж столько про него сейчас рассказывали. Это, собственно, британская песенка, в которой есть немножко русского текста. Нас в интернете можно смотреть по всей планете, поэтому, безусловно, сейчас кто-нибудь смотрит... В Британии сейчас будут подпевать, да. Ну да. Ну да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо! Вы знаете, концертный зал у нас сегодня такой международного масштаба, потому что поем мы и на русском, и на английском языках. Большой привет тем, кто нас слушает в разных странах на сайте страна.fm. Настя Пальчикова и команда Сухие сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.fm. Говорим и про творчество, и про музыку, и немножко про кино. Я хотела узнать, Настя, сейчас ты уже над чем-то работаешь? Ну конечно. В сценарии, да? Да, я всегда над чем-то работаю. Постоянно что-то у тебя уже наперед расписано и расписано. Да, у меня расписано вообще сейчас до 2020 года. Смотрю на тебя и пытаюсь понять, это хорошо или это уже немножечко напрягает. Не знаю. Пока не знаешь. Уже не знаю. Много ли героев сейчас с тобой живет? Ты просыпаешься с ними и засыпаешь? Нет, сейчас с двумя. Это нормально? Это будет художественный фильм или что? Художе что сказать? Художественный, да. Ну я не очень могу рассказывать, естественно. Как вы понимаете, это вот вечная история сценариста, что он не может мне ничего рассказывать до. Вот. Ну в общем, живу я с двумя персонажами прекрасными и... Мне кажется, они тебя подмучивают немножко. Они меня немножко подмучивают. У них характер ужасный. Они... Да. Мне теперь кажется... Они в такой сложной истории. Это драма, это... Ну это да, это драма. Это драма, да. Это драма, да. Они очень вредные. И в общем... И получается так, что музыка в твоей жизни это как раз... Спасение от персонажей. Да. Получение гармонии какой-то внутренней. Нет. Музыка это я просто. Просто в сценарии вот все время какие-то люди толпятся. А музыка это я. То есть ты пишешь песни, отдыхаешь, получаешь удовольствие. Да. А при этом же тогда, если ты пишешь сценарий, значит автоматически и песня твоя, песня группы Сухи, должна оказаться саундтреком к фильме. Да, все так думают. А на самом деле? А на самом деле драматургия всегда важнее. И ты пишешь персонажа и понимаешь, что он не может слушать группу Сухие. А Джи-Джи... А ты напиши такого персонажа, который будет только группу Сухие слушать. Ну вот... Случайно он достает... Так вот песню... Ну это уже будет не группа Сухие тогда, Тёма, вот в чем дело, понимаешь. То есть можно написать песню специально. Он один раз у нас получался, получился в Мирозговевский фильм. Ее звали Муму. Нас попросили, это был заказ. Заказ, хорошо. Который был буквально. Они как раз с Артемом Борисовичем написали песенку, да. Настя, что же это за люди, которые могут не любить группу Сухие, не любить песни, наши пальчиковые, да? Персонажи? Ну вот, они не то, что не любят, они просто не могут их слушать, понимаете. А что они слушают? Ну как, ну вы же понимаете, что вот есть люди, которые слушают там, допустим, холлплей, а есть люди, которые слушают группу Виагра. Вот это разные люди. Ты знаешь, в одном плеере не могут соседствовать один трек за другим. В одной флешке запросто, да. Это да, мне как-то в два часа ночи написала девочка знакомая, которая живет в Индии, она сказала, что кто-то у них там в Индии на нереальной громкости, ну из русскоязычной деревеньки, значит, слушает песню «Глупая». В ремиксе она вот так вот не танцевать. Которую мы сегодня будем попозже петь, да. И шла она после Филиппа Киркорова. Ну вот видишь. В принципе, конечно, и такое тоже возможно. А после этого коллплей. Да, а после этого, ну не коллплей, ну что-то здесь Стинг, по-моему, она говорила. Мы между Киркоровым и Стингом. Определите, пожалуйста, вот что вы играете, в каком жанре, как вы можете охарактеризовать свое творчество. Ну мы где-то между Филиппом Киркоровым и Стингом. Так, да, да. Я хочу сейчас Артему Борисовичу вопрос задать. А у него есть микрофон, да. Артем, ну а вот скажи, пожалуйста, ты как реагируешь, когда нужна репетиция или перед концертом что-то? А Настя говорит, ты знаешь, я тут, у меня тут Вова и Наташа, надо у них там, потому что сейчас встреча как раз, она им устроит скандал и, знаешь, мне не до тебя. Вообще бывает такое, нет? Да, бывает всякое. А, то, что обмена репетиции. Ну, потому что сценарий, если сценарий нужно быстрее заканчивать, я про сценарий говорю, конечно. Абсолютно нормально, понятно, что Настя очень нагруженный человек и я поражаюсь, как она успевает делать все и делать так качественно и песни писать. Это же тоже, ну, большой труд. Затратная энергия, конечно. Да, и сценарий. Так что мы бережем нашу Настю и никогда не обижаемся на нее. Нет, нет. Настя, чему ты тебя научила? Замечательная команда, Настя. Вот я буквально вчера, у нас должна была быть с Темой репетиция как раз к акустическому концерту, а я со съемок опоздала на поезд и не приехала. Мы перенесли репетицию. Тема мне ничего не сказал. Да? Терпение, в общем, Настя учит в Тему. Это большое счастье, когда рядышком собираются вот такие люди, чутко-тонко чувствующие друг друга. И, конечно, обожающее дело и творчество друг друга. Настя, мы сейчас с удовольствием вас еще раз послушаем. Ну, хорошо. Сейчас будет песня, которая называется «Влюблена». Честно, сама удивляюсь. Дни обретают такую важность. Влажностью ночь набирает силу. Ты занимаешь почти полмира. Солнце закружится, как земля. Я влюблена в тебя, Я влюблена в тебя, Я влюблена в тебя. Пара-пара, 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 Пара-пара. Стала смотреть порнофильмы, Стала пить кофе с ванирю. Платья из шелка теперь ношу, Мне неудобно, но я хожу. Солнце закружится, как земля. Я влюблена в тебя, Я влюблена в тебя. Я бы сдала для тебя Нью-Йорк, Знала б твой питерский говорок. Может, все кончится через день, Но нету сейчас ничего сильней, Что мне планеты, что города. Я влюблена в тебя, Я влюблена в тебя, Я влюблена в тебя. Я влюблена в тебя, Я влюблена в тебя, Я влюблена в тебя. Пара-пара, 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 Пара-пара. Это берет за душу группа «Сухие». Группа «Сухие». Настя, пальчиков спасибо большое. Настя, ты как-то сказала, что главное достижение в твоей жизни — это твой мужчина. А на сегодняшний день... Я сказала, что вряд ли это можно назвать моим достижением. Просто главным в моей жизни. Ну, то же самое, конечно. Да, остается все по-прежнему. Может быть, что-то важнее появилось. Если этот ответ изменится, то уже его не будет просто вообще. Но потом появится, может быть, новая песня. В смысле, в качестве главного достижения или вообще? В качестве того, что что-то поменялось в твоей жизни. А, ну так уже появились новые песенки. Кстати, о новых песенках. У тебя же они в сентябре будут английские, правильно? Ты отправляешься в сентябре в Лондон. Расскажи-ка. Мы, на самом деле, сейчас записали почти половину русского альбома, русскоязычного, с новыми песнями. Вот сейчас я уеду, потому что Эдди может только в это время. Я уеду сейчас в Лондон на месяц, где мы запишем альбом. Целый. Целый. Английский. Английский. Так. Вот. А потом я вернусь, и мы допишем русский альбом. И как-то, наверное, это все выйдет. Как-то, ну, должно быть. До конца этого года ты выпустишь два альбома. Я не знаю, выпустим ли мы их, потому что это уже зависит от пиар. Ну, ты свою работу выпустишь. Там же как-то, вот, знаете, весной правильно, в феврале нет вот там. Но мы сделаем, да, я думаю, что мы сделаем. Все, что от тебя зависит. По крайней мере, основную какую-то часть точно совершенно. Ну, есть еще один твой ответ, но он мне показался таким любопытным. На вопрос, что самое сложное, наверное, в профессии музыканта и артиста. Ты ответила, что это смирение. Да. Вот я хотела попросить тебя как-то разъяснение. Прокомментировать это, да. Ну, мне кажется, что смирение — это вообще самое сложное не только в профессии музыканта. Да, если в жизни понятно, вот именно в профессии музыканта. И для меня. А в чем смирение в профессии музыканта? Ну, в принципе, это умение ждать. Умение ждать, отпускать не свое. Это сложно. Когда особенно тебя разрывает, тебе хочется, ты эмоционально раскачан, раздерган, заряжен. И вот это вот умение переждать, дождаться — это прям серьезная история. Как с собой договариваешься? Ой, не спрашивайте. От отдельной передачи можно про это писать. Так и договоримся. У меня прям... Да, ну, у меня вообще целая технология, завод просто по разработке смирения и терпения. Знаешь ли ты о существовании таких людей, которые сравнивают твои сценарии, предположим, и песни? Нет. Которые, может быть, говорят, ну, вот лучший сценарий петь не надо. Или наоборот. А нет, конечно, таких вот, которые именно эту фразу говорят. Я знаю, это режиссеры, которые каждый раз... Прекрасный режиссер Аниме Ликян, например. Каждый раз, когда меня видит, говорит мне Пальчикова, ты все еще поешь, пожалуйста, пиши сценарий, ну, пожалуйста, хватит. И если кто-то меня хвалит... Это такая немножко меркантильная фраза. Абсолютно, исключительно, конечно. Это супермеркантильная фраза. И когда меня кто-то хвалит, вот режиссер, как правило, говорит, не говорите, не говорите ей, что она хорошо... Не говорите, что песня хорошая, пусть сценарий пишет. Это какой-то сговор прямо в кинематографе против творчества Пальчикова. В Англии не говорят Пальчикова, пой, не пиши сценарий. Вот самое смешное... Нет, не говорят, вот самое ужасное, то, что, значит, я в Англии, кроме того, что мы записали мини-альбом, у нас так получается, что мы с британскими продюсерами, я пишу сейчас сериал, вот, для Брит... Ну, для западного... На минуточку. Да, я, естественно, не могу ничего рассказывать, все как обычно. Ты пишешь на русском, или на английском. Нет, вот я писала сначала на русском, там переводили сейчас, я уже на английском доделываю сценарий. И мы разговаривали с британ... Ну, там встречались, доделывали сценарий с британским продюсером, и он мне сказал, говорит... Я говорю, вот, у нас EP, приходите, вот, у нас мы будем выступать на фестивалях. Он говорит, Настя, вы поете, зачем? Ну, не поете, пожалуйста, вам же нужно писать сценарий. Я думаю, да ладно, вот серьезно, ребят. Телефон Маликена не даешь. Да, да, просто, ну... Настя, а как ты думаешь, ведь такое может произойти, что когда-то тебя поставят перед выбором? Либо много заказов будет здесь, и здесь будут... очень много концертов. Ну, слушайте, я так, честно говоря, не думаю, потому что все равно невозможно писать больше... Ну, максимум два сценария параллельно можно делать. И то один сначала, и потом, когда ты его почти заканчиваешь, можно взять другой и вот чуть-чуть их наслоить. А если у тебя концерты при этом... Да, ну так вот, я к тому, что просто можно писать один, максимум два сценария, и когда ты их пишешь, ты совершенно спокойно можешь параллельно заниматься музыкой. Ну, в общем, да, тем более тут, значит, будут возрастать и стоимость, оплата за эти самые сценарии, люди будут выстраиваться далеко в очередь и ждать свой час просто. А я им такая, знаете, у нас эфир на радио Страна ФМ. Да, на телерадиоканале Страна ФМ. Да, радио, да, телерадиоканале. У нас сейчас следующий номер музыкальной программы. Какая-то будет песня. Это будет одна из новых песен, называется «Не дергайся». То есть это премьера? Да. Друзья. Да, она стремилась ближе к телевизору, к приемникам. Ой, сейчас, подождите, вот тут мне нужно... Подсказки, слова нужно подсматривать. Воздух плюс, время груз. В этом мире, где все происходит легко, Я хотела бы, как блюз, заливать в твои уши тепло, но боюсь. Там тем за рекой, там за рекой, ты достанешь рукой Биг Бен, А я вниз головой, не толкаясь от стен. Там уже два, уже пять, уже восемь, не дергайся там. Уже два, уже пять, уже восемь, здесь уже все, уже лед, Трехполосный, не дергайся там. Уже два, уже пять, уже восемь, Режет дождь, время вождь, в этом мире, где столько выходит на свет. Я боюсь даже петь лох. Ты меня обнимай, только ту, кто я есть. Там, дамы, вперед, в тот самолет, Что начнет вместо нас войну. Моим песням к тебе ставил войны в вину. Там уже два, уже пять, уже восемь, не дергайся там. Уже два, уже пять, уже восемь, здесь уже все, уже лед трехполосный, Не дергайся там, уже два, уже пять, уже восемь. Воздух плюс, время груз, в этом мире, где все происходит легко. Я хотела бы ждать, но только злюсь, разливая в себя молоко. Спасибо большое. Горопа сухие, Настя Пальчикова. Да, какая красота. Телерадиоканал «Страна ФМ». Настенька, ты как человек, который читаешь много, потому что ты пишешь много, расскажи, пожалуйста, есть какие-то сценарии, каких-то фильмов, которые тебя восхищают? Да, сериал «Молодой папа», например. Сколько не слышу отзывов об этом сериале, я считаю, что это лучший сериал за последние 16 лет. Прям вот так. А полный метр, вот где сценарий такой, который тебя... Ты хочешь сказать, сейчас просто Артем такой, ну все, это значит, что пропал. Тема, в микрофон скажи, чтобы мы тоже услышали. Ну, я просто очень люблю сериалы смотреть, особенно, когда мне вот так вот говорят, что это лучший сериал. А ты смотришь, когда Настя говорит, слушай, вот... Ну, я много, конечно, только такое авторитетное мнение надо, да. Как бы просрочек, которые надо было сделать. Настя посоветовала какой-нибудь фильм, ну все, понятно. И пропал. Настя, ловишь себя на мысли, что, эх, вот я вот, почему не я написала этот сериал? Нет, кстати говоря, у меня один раз, но я не помню по поводу какого фильма, такая была штука, вообще нет. Нет, я просто очень, мне очень нравится, когда я вижу что-то крутое. Мне нравятся и русские, и российские сценарии хорошие читать, когда попадаются, я прям... Это вдохновляет, на самом деле. Это то, что прям очень подбадривает. Ну, а полный метр, полный метр, скажи, какой фильм, может быть... Ну, из последних, Логан. Притом, даже если вы не являетесь поклонниками и знатоками Росомахи и всяких, всех этих штук, как я, например. Я не являюсь поклонниками. Ты не смотрела все? Я не смотрела все. Я так, примерно в курсе. А Логан это с девочкой, да? Да, да, я примерно в курсе, то есть что-то знаю, но там я не суперфанат всей этой вселенной. Но Логан просто шикарный фильм, просто шикарный. Ну, в плане сценария-то, конечно, сейчас говорю. И в плане всего. Потому что я так прошла, ну, типа, ну, посмотрим. Если отбросить далеко-далеко и забыть про нее, я про скромность говорю сейчас, и попросить тебя сказать, в чем уникальность твоей отличия от других сценаристов? Ну, давай возьмем нашу пока страну, Россию. Ну, слушайте, у нас просто так мало сценаристов. У нас моя уникальность как бы для сценаристов, ну, сценарные... Я же целый факультет, потому что я есть. У нас сценаристов мало, да, факультет есть, но там выпускается очень немного народу. Почему? Ну, знаете, как говорит мой мастер, в принципе, сценаристов не может быть много, потому что мысль человеческая вообще редка, а сценарная мысль особенно. Но надо сказать, что американская индустрия опровергает моего мастера, потому что там очень много сценаристов и много очень хороших сценаристов, качественно пишущих. В чем твое отличие, преимущественно, главное? Не знаю. Ты знаешь, что все? Нет, вот верите, нет. А что хорошо, не твое мнение, что тебе говорят режиссеры. В чем мой почерк? Почему они к тебе обращаются, да? Не потому что же вы дружите или дружите. Потому что я очень круто пишу. Вот так и говорят. Да, один из лучших сценаристов, говорят. Ну, хорошо, а что касается музыки, группы, написания песен здесь, как тебе кажется, в чем твое главное отличие? Не знаю. Все, ну, а по мнению окружающих... Да, давай тогда о том, Борисович нам расскажет. Пича Наси в том, что она пишет очень такие глубокие тексты. Ну, это накладывается на то, что она все-таки сценарист. И филолог. И любую, даже самую простую песню можно проследить явный такой смысл и очень интересно. Это раз. Во-вторых, у нее есть вкус музыкальный. То есть, а бы что, ну, как бы она не будет делать, если это не интересно. Ну, если это чуть-чуть какие-то там слишком уж такие прямые, павсовые какие-то мелодии, то они все... Ну, вот это интересно. А ты как-то комментируешь вообще, вмешиваешься в процесс творческий? Ну, советы какие-то даешь? Конечно. Надо здесь заменить. Мы очень много вертисов внести делаем. Да? Да. То есть, автор вполне можно сказать. Да, во многих песнях, конечно. Ну, бывают такие моменты, когда Настя, допустим, полностью приносит песню уже с готовыми идеями и говорит, как, что и нужно сделать. Бывает, кто-то из нас приносит какую-то зарисовку, мы из нее вместе так делаем, 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 потом все убираем, переделываем. Это целый процесс. Настя, если в музыке, получается, вот Артем имеет право делать тебе, ну, не замечания, а пожелания, скажем так, да? Да, и все остальные музыканты в группе. Тоже имеют право. Ты к этому спокойно относишься, абсолютно. А когда дело касается сценария, вот ты приносишь, и тебе режиссер говорит, ну, вот эту сцену надо переписать, эту тоже. Ну, там... Так вообще случается? Ну, конечно, потому что вот то, что, как бы, вот я в группе главная, а ребята высказывают свои пожелания. А, то есть, примешь ты это мнение или нет, ты уже решаешь? Вот я как ребята по отношению ко мне в группе, так я по отношению к режиссеру в фильме. То есть, я ему предлагаю, но главный все равно режиссер, конечно же, или продюсер, там, если это сериал на телевидении, то продюсер. Ну, я могу там спорить, могу отстаивать, но все равно они главные. Ну, что тут сделаешь? Вот я очень хочу узнать у тебя, а оставшееся время, если оно вообще есть в твоей жизни? Вот, написание сценариев, сочинение музыки, концертов. Как ты проводишь его? Я провожу его с людьми, я очень люблю валять дурака, ну, например... А, ну, правда, это крайне редко дело, это раз в год. Валяться, валяться и не выползая из кровати, смотреть сериалы, например, обожаю. Ну, может быть, там, кое-как доползая до каких-нибудь вкусняшек и снова... И все полосково происходит, заметьте. Разделяет полоски. Настя, минувшим летом, то есть ты никуда, никаким морям, никаким океанам не... Ну, чуть-чуть отдохнули. Я обычно, на самом деле, я могу открыть секрет, я очень люблю и увлекаюсь парусным спортом. Яхтинг, да, да. Ну, знаете, а то плохо ползанием до вкусняшек и обратно оказывается парусный яхтинг есть. Да, это вообще... Ну, я не могу просто без моря жить. Как это началось-то, расскажи. Слушайте, это, между прочим, прекрасный сценарист, Коля Куликов, который еще когда-то был стендапщиком. Коля Куликов, сценарист фильмов «Экипаж». Может быть, это и не так, Коля, но сейчас я вот тебе прописала фильм «Экипаж». Прекрасно. Пусть будет так. Да. Вот, и он еще и раньше был стендапщиком. И он, это он, ну, как бы позвал, сказал, что вот есть такая штука, давайте, на Яхтинг, ребята, приходите. И я пришла впервые и совершенно в это влюбилась. И после этого стала ходить, ну, после того, как стала регулярно ходить под парусом. И мне это очень понравилось, это перезагружать мозг. Это просто проблема же в чем, что когда ты едешь куда-то там просто отдыхать или там даже на лыжах кататься. То есть в том смысле, даже если у тебя есть какая-то активность какая-то существует, но у тебя все равно есть достаточно большой кусок времени, когда ты с ноутбуком можешь что-то делать. Ну, в общем, да. И угадайте, что? Ты что-то делаешь. Угадайте, что делает Настя Пальчикова, конечно, пишет сценарии. Дописываешь сценарии, слушаешь песни, которые присылают, там какие-то черновики, умудряешься еще где-то голос там что-то записать. Чем прекрасна яхта, там невозможно работать с ноутбуком. То есть ты просто физически не можешь с ноутбуков там чужой. Ты держишь парус. Абсолютно. Там мало места для этого, ты постоянно там, да, то потравить, то поднабить что-нибудь. Потом качка, естественно, хоть маленькая, но есть всегда. И, ну, невозможно, короче, писать. Где территориально это происходит? Я больше всего люблю, ну, первый раз я, конечно, ходила там по Средиземке, но сейчас, конечно, я уже с таким яхтенным презрением говорю, что Средиземочка — это лужа. Так. Вот. Я очень люблю яхтинг, например, ходить летом куда-нибудь в Шотландию или на Фарерские острова. Это такая штукинция недалеко от Дании. Ну, тебе нравится именно экстрим в этой ситуации, да? Да, там очень холодно. То есть когда киль поднимается, там ветер дует, как это вообще? Я один раз была за штурвалом в Шотландии, когда начался шторм. Ну, не сказать, что будешь прям совсем великий, но, знаете, когда ты стоишь за штурвалом, а тут у тебя сидят люди, которым нужно сейчас простегнуться, и ты говоришь, нет, ребята, заберите, пожалуйста, кто-нибудь эту штуку. Ты понимаешь, что ты за них ответственен, и у тебя вот так вот все ходит. Артем, как относятся участники группы Сухих к подобным увлечениям? Сухими ли они выходят из воды, расскажи, да? Так красочно она сейчас объяснила эту ситуацию, описала, что я... Захотелось тоже, да? Во-первых, я тоже захотел, да. Я давно вас зазываю, слушайте. Это дешево, главное. Это не только сериал «Средиземочное влияние». Была реклама парусного спорта просто. Это не худшая реклама, это лучшая. Ну, правда, но ты закупаешься продуктами, готовишь на яхте, все, уходишь в море, и до свидания. Знаешь, только что вот мы послушали твою новую песню. Есть какие-то истории у тебя связанные с написанием? Ну, так честно сказать вам, все истории, которые рассказываешь про написание именно песен, это всегда выдуманные, красивые байки для журналистов. А как есть, это до такой степени внутриковый процесс, что он... Ничего интересного нет, да? Если ты начнешь рассказывать, да. Вот он вообще никому не интересен. И самое главное, что даже когда ты его в слова облекаешь, он звучит как-то по-идиотски. Гелепа. Ну, просто вот я была в Лондоне, песни про разлуку, не знаю. Вот и все. Мы сейчас делаем небольшую паузу, после которой вспомним, что программа «Концертный зал» не только информационно-развлекательная, но и музыкальная. Оставайтесь с нашей компанией. Студия 89,9. «Концертный зал». Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шатер. Смотри со мной. Да? Дорогие друзья, мы сейчас слушаем очередную песню в исполнении Насти Пальчиковой. Команда «Сухие» в гостях «Концертного зала страны ФМ». Так, секундочку. Итак, внимание, вот ружье, которое висело всю программу на стене, наконец-то оказалось в руках. Гитара в руках у Насти Пальчиковой появилась. Да, можно, Артем. Бежала как можно скорее, жаров не носила, болея. Волосы красила в плейере, классика часто трусила. Бросила сложное, верила в новое каждое. Важное правило, если, по-моему, значит правильно. Но я хочу в дом, 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 дом. 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 Я глупая, глупая, я спешала, Глупая, глупая Спешала, глупая В дом, 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 дом Я хочу в дом, 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 дом Я хочу в дом, 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 дом Я хочу в дом, 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 дом Я глупая, глупая Там лето до осени и пыльные-пыльные мне автобусы Чем заменила пыльные-пыльные лимузины Заботы, забитые полки мамин и глупые водки Два одеяла и чай с печеньями было мало Но я хочу в дом, дом, я хочу в дом Я хочу в дом, 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 я хочу в дом Я глупая, глупая, спешала, глупая Глупая, глупая, спешала, глупая, 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 глупая. Друзья, это великолепно. Вопросы будут тебе задавать? Как ты считаешь, записочки, как это происходит? Ну, можно, кстати, да. Можно, да? Да, вот на таких акустических... Какие вопросы не надо категорически задавать? Давай сразу предупредим публику. Хорошо. Я вообще как скажете, так и сделаю. Или всем. Нет, нет, какие вопросы нельзя задавать? Сейчас я просто в наушниках. Какие нельзя? Нет, таких вообще любым можно. Ну, почему группа называется Сульхимия? Ой, да, вот да. Молодец, Тём. Да, да, вот этот вопрос, пожалуйста, не задавайте. Подготовьтесь, почитайте в интернете, друзья. Обращайся сейчас к зрителям и слушателям. Настя, ты гитару используешь только в этой песне? Нет, у нас будут ещё разные другие песенки на концерте с гитарой. Кто принимает решение, возьмёшь эту инструментовую композицию или доверишься полностью Артёму? Ну, мы с Тёмой. То есть мы как-то вот... Где-то, может быть, Артём понимает, что, Настя, ты здесь не справишься. Давай-ка, я сам поиграю. Нет, у нас основа вообще клавиши. То есть мы под клавишей. А там, где вот нужно... Это я не справляюсь. Я поддерживаю его. Поддерживаю на гитаре. Или там какие-то отдельные кусочки соло на гитаре буду играть. Будут ли какие-то декорации? Немножечко будет. Будет ли съёмка? Что-то, да, всё-таки? Я, кстати, вот не знаю насчёт видео. Фотосъёмка будет точно. Так что приходите, пожалуйста, обязательно. Красивый. Автограф потом можно будет получить? Да, обязательно. Автограф с Айси у нас всегда после. Очень важно ещё знать поклонникам, что приносить лучше с собой. Вкусняшки, вот мы уже слышали. А, кстати, что... Шоколад. Что у меня там вкусняшки? Ребята. Корький. Рома. Правильно. Наш человек. В принципе, если вдруг вы ошибётесь и принесёте молочный, то тоже нормально. Я его возьму себе. Вот, да. Мы поделим с Тёмой. Но шоколад это просто... Какая прелесть. Отлично. Особенно если больше 70% какао, да. Дорогие друзья, приходите, приносите цветы, приносите хорошее настроение и наслаждайтесь чудесными песнями коллектива «Сухие». У нас сейчас будет ли ещё одна песня? Расскажи. Успеем ли? Ну, в принципе, знаете, у нас программа-то... Мы договаривались, да. Так вот. Можем сыграть, да. У нас ещё песен 15-20 с акустической программой. Я вот к чему. Поэтому как скажете. Мы с удовольствием послушаем ещё. У нас останется чуточку времени ещё, чтобы поговорить. Наверное. Да? Следующий трек, который называется... Сейчас я просто подумаю. Или что? Или улыбнись мне. Медленно, красиво. Давай улыбнись. А, замечательно. Да. Ну, живой концерт. Всё на ваших глазах, на ваших ушах, друзья, происходит. Как, собственно, и будет всё происходить с 16-го. Настя сказала, что никакого плейлиста не будет составлено. Да, не будет. Я хочу тебя сделать счастливым. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Море, литр, солнце в песне. Я надеваю свой лучший свитер. Улыбнись мне. В этом городе многие плачут по делу им. Я сама убивалась ночами по мелодиям. Но мне плевать на дурацкий повод. В черте города или вне города. Я хочу тебя сделать счастливым. Ла-ла-ла-ла. Моря, литр, солнце в песне. И я надеваю свой лучший свитер. Улыбнись мне. Улыбнись мне. Улыбнись, улыбнись, улыбнись. Улыбнись, улыбнись, улыбнись мне. Улыбнись, 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 улыбнись мне. А мы улыбаемся, не стану, друзья. И вы приносите свои улыбки в бурные овации и шоколадки 16 сентября к 8 часам в театр имени Вахтанга. Там состоится акустический концерт. Группа «Сухие» Настя Пальчикова подставит. И уже любимые, хорошо известные песни. Но в акустической такой аранжировке. И будут премьеры. Я, конечно, могу ошибаться. Но мне кажется, что вот эти песни были бы прекрасны в фильмах. Поэтому я тебе пожелаю, чтобы... Я стала сапожником в сапогах. ...в твоих картинах, да, зазвучали твои же песни. Спасибо. Мне кажется... Ну, нет, у нас что-то звучит, конечно же. У нас берут песни в кино, не в мое, а в чужое. Вот я знаю, что вот вы все меня бесите. Там прям очень много было песен группы «Сухие» в этом сериале. И пусть, конечно, тебе говорят обязательно. Настя, пиши сценарий. Настя, пой песни свои. Пой, гибросай. Ни то, ни другое. Потому что ты уникальна, неповторима. У тебя и то, и другое. Правда, получается очень круто. Я буду к вам. Можно приходить на эфиры, когда меня замучают? Да, обязательно. Мы тебя ждем. И будет готов новый альбом. Мы ждем обязательно вас с презентацией. Мы с удовольствием послушаем. Ой, круто. Тем более, что далеко еще не все послушайте. Желаем тебе солнышко в душе, чтобы вот эта вот мотивация творить, она у тебя постоянно присутствовала. Спасибо. Не взирая на то, какое там время года. Весна, солнечная или осень. Не взирая на лондонский дождь. И на лондонский дождь. Спасибо. В Лондоне пусть тоже все получается. И до конца года мы ждем два альбома. Две пластинки. Да. Хорошо. Друзья, аплодируем. Бурно, громко, радостно. Группа Сухие. Настя Пальчикова. Артем, спасибо огромное. Блестящее. Просто я у меня какой-то момент показал Салтон Джонс, сэр, у нас здесь сегодня в гостях. Все было красиво, достойно, со вкусом, очень профессионально. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо вам. До скорого. Спасибо.